добрый день зрители нашего канала вот сейчас лазил специально среди экспериментальных томатов но суток нашел что хотел показать да про стресс не помидоров при созревании это самом деле очень частая вещь вот видите а вот эти мои помидор начал созревать все то есть здесь как бы есть две вещи дам первая вещь то есть это сами томаты до устойчивые неустойчивые к средствам но большинство новых гибридов все они устойчивые да но если у вас данном случае вот такая беда есть неустойчивые помидоры то есть в первую очередь тогда надо собирать слегка вот недозревшим состоянием это первое да тогда вот он начинает расстреляться именно к моменту созревания почему так происходит да то есть почему вот москва помидора рвет вот так здесь опять же несколько причин и самая первая причина это неправильный полив неправильный полив происходит как смотрите как солнце выходит корневое давление до которую он давит водой на все растения здесь нагревается быстро да вот если только солнце зашло плоды они обычно холоднее да он но у него масса большая дату из граммов 200 250 и вот пока у вас зарево то есть встает листья уже более-менее как-то адаптируется то есть кори начал давить а помидор холодный это вот как вот если кто замечал да вот зимой рука холодная кожа да она более грубая да то есть это зависит она глаз быстро рано получается а если летом да когда там этом в теплом да вы чувствуете с кожей эластичность здесь тоже самое да помидор когда теплый он эластична и соответственно солнце после помидор холодный его начинает давление корневой идет влага идет не он его просто начать разрывать что делать и вопрос что делать с этим на в первую очередь ни в коем случае есть у вас такая проблема есть мы не поливаем вечером простой водой вот ноги я знаю такой пропагандирую до делают это полив простой водой вечером помидоров ни в коем случае вечером тогда поливаем в первую очередь с кальцием да то есть более усиленно кальция даем именно поливаем вечером обязательно режим поливов то есть вечером за полтора часа пока солнце не села поливы должны закончены быть и последний полив обязательно то есть в корнях должно присутствует как бы скажем так электропроводный заработок чтобы корень сильно не мог пить воду и так попроще скажем у вас утро солнце встает что надо сделать в первую очередь ни в коем случае опять же то есть многие люди у них там с водой проблемы пытается там начать полтора-два часа после как солнце зашло начинаем утренний полив не раньше вот это тоже очень важный момент закончить раньше вечером и чуть попозже начать полтора часа минимум вот между вечерним поливом и утренним поливом вот если вы это будете делать у вас эта беда сойдет на нет то есть вечером мы заканчиваем за полтора часа пока солнце зашло вот пока солнце не ушло обязательно последний полив с нормальной электропроводностью обязательно это растрескивание тканей да это кальций то есть кальциевое питание чуть-чуть увеличиваем в особенности на вечер вечером чем хорошо кальций это такой элемент который не двигается по томату то есть он пришел в лист он уже в листе останется он с листа не уйдет в плоды поэтому вечером когда жара спала слегка полетит дополнительно кальцием не мешало потому что тогда у вас плодах больше будет кальций вершинки потом не будет и вот утренние поливы утренние поливы начинаем попозже если есть отопление и утро у вас прохладное утром чуть-чуть температуру подымаем вот к утру наоборот как многие там уже а вот уже устали или там газ начинает экономить уже сейчас там через час-два солнце будет светить и температура обвал температуры вот этот третий момент или до температуру наоборот к утру слегка поднимаем чтобы не 17 а 18 градусов 19 помидор чуть прогрелся помидор прогревается и опять же он солнце более эластичным вот это корневое давление которое идет воды на него да она его не развивает он эластичного накачивается а если он у вас как резиновые то есть не резинового такой ну холодный да и вопрос от корневого давления разрывает вот эти несколько советов поливы правильный до полив вечером более то есть никогда просто водой не делаем и третий момент это подтапливать под утро слегка подымать температуру до эти три вещи снизит у вас на процентов 80 90 эту проблему если она у вас есть и самое главное утреннее подтапливание опять же еще снизит порог заболеваний грибковых заболеваний это болезни на томатах это тоже очень важно и